окей всем привет сегодня у нас будет интересная тема посвящена продвинутой работе с клеем частности это у нас деревья это нас рекурсивные запросы и конечно же оконные вот картинка слайдики можно увидеть что мы сегодня пройдем частности выделю что мы рассмотрим как вообще реализуют хранение деревьев традиционно поздно как обычно делают это показывать схему стандартно наши преподаватели да вот как нужно делать правильные но и какие вообще нет существуют реализации деревьев рассмотрим как можно оптимизировать запросы запросы с помощью так называемых клаус ну или common expression table также посмотрим рекурсивные запросы они реализованы частности именно в подросе то есть нас подбросили курсин посмотрим динамичную сборку вот окон на функцию и окон на функции чуть подробнее рассмотрим какие вообще есть принцип как аналитики может помочь вот ну и давайте непосредственно дерево то узнаешь про дерево вы когда-нибудь работали сами стреляли конечно конечно пытались их укладывать базу данных вероятно 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 и какой способ вы использовали дерево это меню да например а ну да ты тоже поставил ссылка просто ну то есть есть запись строка ссылку на что на следующий родитель сосед ребенок вот смотря в какую модель ну и давайте рассмотрим вообще какие они бывают вот тут несколько таких описаний да красненьких вот посмотрите на экран какие из этих видов вам знакомы какие из этих видов вы делали вообще помните ли вы что они означают список мирных вершин название че-то там но на самом деле просто да сейчас посмотрим вложенное множество материализованный путь и различные комбинированные подходы да это с простого сначала да вот как раз так называемая вот тот самый путь которую обязательно пути каналов clearri базах когда у нас есть фактически нашими есть ссылками на один скилями но конечно само значение начинающий разработчики интуитивно выбирают именно этот вариант потому что он самый простой и понятный когда разбираешь как раз баз данных в рамках курса срединческого часто не на такой пульт предлагают как раз наши преподаватели простой же логичный ссылка сама себя вот ну давайте рассмотрим чайки вообще есть у него плюс от есть минусы на данном слайдике хорошо написано как вы сами думаете какие плюсы ну просто так понимаю легко понять ну да то что записано накладные расходы накладные расходы на хранение минимальный да ну принц отлично подходит для маленьких есть чуть ли не визуально определил подменил какие-то узлы тот же тоже меню например очень легко в принципе укладывается смотрится ну вот начать льва кольтение наоборот в этом смысле если нужно все дерево вытащить сложно не просто все дерево отсортированы отсортировки это очень достаточно сложно вот ну и какие-то ветки нужны например если определенные тоже сложно например достаточно сложно в этом виде дерево реализовать такую задачу как у потомка выбрать весь путь путь от потомка до самого верхнего родителя на самом деле в пользу таком принципе подхода вот на моем на моем проекте у нас тимли ты перешил что у нас хранятся в итоге дерево проектов представьте смело групп у него куча-куча внутри проектов и на то дерево резонный таким способом есть родительский элемент есть текущий элемент и вот такой дерево вот там буквально порядка ну 300 элементов на текущий момент ну мало 300 элементов очень быстро выражается вот очень быстро делается обход реализованно рекурсивно также у нас с таким способом в принципе сделано частично графику есть частичным такой дерево и ставлю ну а как ты можешь на карту к каждый раз за один запрос ты можешь выбрать только один уровень дерева более того не просто один уровень а потомков только одного узла причем только в непосредственных потомков потому что для каждого родителя ты выбираешь каждого ребенка для каждого ребенка ты выбираешь каждого ребенка и так далее это получается рекурсии на самом деле можно конечно вытащить в клиента если ты вытащишь это из скуэля и там все сделаешь туда есть ты сделаешь или звездочка в клиента то там ты можешь делать ничего угодно вот язык для программирования на текущий элемент устроенный разве он не умеет хранить список например выделять у него память это все равно в любом случае для выборки дерева все равно будет рекурсивный запрос с точки зрения с убд даже если она будет выглядеть немножко так замаскирована с точки зрения с убд это будет все равно рекурсивное обращение к базе спорить ты можешь функцию цикл на разных языках например если ты пишешь вообще на и сквеле там есть функция с заемом сквель 92 до помню которая была обычная до антисклей да да он на самом деле даже не комбиниться сразу комбиниться в машину код с и и скорость очень минимальная максимальная быстрота функции на пельта на пельта джейска нет она сразу дампилируется в нативный формат ну вот как раз ближе к концу этого снятия мы посмотрим что рекурсивные запросы в подросе отлично можно писать и пошла рекурсе курсе по факту ты есть ты потому что постоянно будешь ходить запросы это немного это другое значение термин рекурсия в данном случае имеет другое значение это рекурсивный запрос к базе данных рекурсивный запрос к данным это не функция рекурсивная это будет это циклическая нос в терминах база данных называется рекурсивный запрос это рекурсивный запрос к базе данных если говорить честно тут выгрузив свою девочку про это все в память и потом на уровне цикла света обработав собрав день и получишь наверно прирост скорости даже хуже получишь через функции ты можешь реализовывать все это да то ты получишь на самом деле хуже чем я пошла в вершину дальше я нашла ее потом вернула ее из функции запихнула в стек дальше взяла в эту функцию нашла и потом как вернулась функция запихнула в стек взяла это не рекурсия для вот то что ты вызываешь функцию то что ты обращаешься несколько раз базе данных запрос запрос рекурсивный циклический запрос в базе называется рекурсивным ну потому что это огромное количество запросов база на самом деле предлагаю эту тему судить на практической части и ну когда нам не хватает производительности дерево адресности лист тогда приходится думать о других вариантах один из популярных вариантов решения этой задачи это на сц называемые вложенные множество ну это вид дерево не не очень прост для понимания на самом деле я я несколько раз подходила к этому вопросу поняла не с первого раза может у вас получится лучше вы все-таки на таком сложном курсе учитесь смысл этой методики в том что у дерева у каждого узла дерево сдается левый и правый узел и для них проставляются значения таким образом чтобы дерево можно было обойти целиком слева вниз потом вверх по ветке снова вниз то есть каждая ветка таким образом обходится слева вниз направо вверх на том примере который вы можете увидеть вы можете посмотреть вот самый первый узел левый ключ равен единице мы спускаемся слева вниз на следующем уровне у нас два спускаемся еще на уровень у нас три спустились на уровень 4 дальше у нас потомков нет поэтому на этом же узле мы правому ключу присваиваем 5 по идее нам надо было подняться но так как у нас потом еще есть сосед то у соседа левый узел будет левый ключ будет 6 правый ключ 7 потому что нет потомков и так как у нас соседи закончились закончились то мы начинаем подниматься поднимаемся вверх у родителя правый ключ будет 8 поднимаемся еще выше у родителя правый ключ 9 теперь у нас снова есть соседи переходим на следующий узел левый ключ 10 снова пошли вниз 11 12 понятно да что дает такой подход он дает просто огромное преимущество по возможности выбрать дерево целиком как вы думаете причем не просто выбрать дерево целиком в один запрос а выбрать его сразу отсортировать поэтому да да как мы себе представляем дерево которое мы вот хотим увидеть выборки мы хотим увидеть сначала самый верхний уровень потом второй уровень его потомках да потом мы идем дальше третий уровень его потомков то есть мы должны спускаться вот так вот лесенкой да такое отсортированное дерево вот методика несцет она как раз позволяет очень сильно упростить именно эту задачу она для этого была создана и точно так же для любого узла мы очень просто можем выбрать его под деревом и просто берем фильтр меньше левого ключа это будет его под дерево ну очевидно если левый ключ меньше левого ключа нужно который четный левый она ничего левый ключ нет просто когда мы хотим выбрать все под дерево мы смотрим по левому ключу до выбирая все да и меньше право соответственно то есть между левым и правым ключом это множество у нас вложенное дерево ну нет несколько правил формирования на сцет они на самом деле достаточно очевидно есть проистекают из самой идеи формирования этого дерева это не столько правило формирования дерева сколько способы контроля целостности данных после того как мы произвели вставку или там к в качестве регулярной процедуры ну неплохо проверять проверять сохранность целостности вот с помощью вот таких правил мы проверяем целостность данных ну очевидно наименьший левый ключ то есть левый ключ всегда меньше права потому что идет обход слева направо наименьше левый ключ всегда один потому что мы идем обход у нас идет с единицы наибольший правиль правый равен двойному количеству узлов потому что мы по ключей 2 и заканчиваем мы всегда на той же вершине в правом ключе разница между правым и левым всегда нечетное число тоже очевидно а вот как раз пример вставки узла у нас пациент мы бы с удовольствием сделали на доске картиночкой сегодня слушать а что-то непонятно тут же вот видно хорошо по картинке по графику как она строится понятно то есть идет обход влево потом идет не слева сам доничь достигли самого нижнего поднимаемся смотрим если родители на этом же уровне если есть походим на себя соответственно родители закончились мы потомки этого же уровня поэтому поднимаемся на уровень выше смотрим если у него потом нету поднимаемся еще лучше смотрим если у него потом такого же у нас смотрим то есть это правило формирования дерева теперь давай подумаем если мы хотим вставить узел ну вот допустим на вот это вот на последнем на четвертом уровне вот после узла который 66 и вот после 7 правого ключа мы хотим вставить еще один узел у этого у этого узла должны но есть так логично смотреть него должны получиться ключи 8 и 9 да да а эти ключи принадлежат родители но если вот так вот посмотри то есть по сути нам нужен разрыв в дереве в когда мы можем вставить новый узел это понятно что нужно разрыв то есть если следовать правилу обхода дерево то после узла с ключом 67 нам нужен узел с ключами 89 это понятно вот то есть нам нужен разрыв и теперь теперь если посмотреть на все остальные узлы они же все будут больше правый ключ у них у всех будет больше и для того чтобы сделать разрыв нам всего-то навсего нужно нужно взять все узлы у которых правый ключ больше того после которого мы делаем вставку и сдвинуть на два вправо больше увеличить на 2 понятно вот эти если вы посмотрите на процедуру которая делает вставку собственно первым делом именно эта процедура и делает она формирует разрыв для вставки узла удаление тоже получается примерно так же так уменьшить уменьшить да да и после того как мы сформировали разрыв мы просто вставляем узел и все да да вот пример собственно дерево на следующем слайде и удаление в обратном порядке да мы сначала удаляем то что нам нужно удалить причем без разницы мы хотим удалить узел или целую ветку алгоритм одинаковый сначала мы удаляем то что нам нужно если удаляем ветку то нам нужно удалить подмножество где левый ключ меньше того что мы удаляем левый ключ больше того что мы удаляем а правый ключ меньше того что мы удаляем таким образом мы удалим целую ветку слушали а ты говорила в правилах там минимально ключ за один это способ оптимизации дерева когда у вершин когда способ с раздельными вершинами на самом деле можно же не обязательно соединиться можно с нуля считать более-менее понятно прочно и вставка и удаление но в общем-то достаточно одинаково ну как поняли немножко как она функционирует выборки вот такие могут быть соответственно по ключу сделали собственно ради вот таких вот простых выборок все вся вот эта вот сложность и была придумана выборки это дерево очень простые часто используя ну и очевидно что на сет мы выбираем в тех случаях когда нам критично скорость выборки ну и менее критично скорость ставки редко изменяем и деревья в принципе да да главное преимущество дерево на сет это то что оно очень эффективно при любых выборках кстати не особо много накладных расходов там на всего лишь и лишний ключ добавил из минусов но сложность понимания да на самом деле я научилась работать на сет но не с первого захода и в общем-то я несколько раз училась с ним работать забывала училась заново мне кажется тут самое сложное это себе вот в голове проверки вот эти данные и чтобы эффективно понимать если идет что-то не так сразу пойти в каком месте по сути мне кажется и остальное там уже нормально из недостатков на это самое самое серьезное самый серьезный недостаток этого дерева это то что для любых изменений ну нужно фактически все дерево блокировать то есть представим что ну допустим у нас комментарии до древовидные комментарии несколько человек пытаются комментировать в одну ветку к одному посту у нас идет параллельный запрос в базу данных мы начинаем формировать разрыв один поток сформировал разрыв другой поток сформировал разрыв третий поток да это массированная операция изменения данных она производится достаточно долго она апдейтит индексы перестраивает поэтому вставка и вообще изменение такого дерева это достаточно дорогая процедура на требует действительно блокировки дерево чтобы до чтобы не возникло конфликтов два раза сформировали разрыв все как потом эти данные починить поэтому если у вас данные очень часто изменяется если в это дерево идет очень активно ставка наверное это не лучший вариант не для комментариев следующий у нас материализованный путь удобнее было бы для комментариев смотря как реализовать на самом-то деле материализованный путь это тоже такое интуитивно понятное дерево мы просто берем и записываем от вершины потомку все идентификаторы если у нас вот потомок получается на третьем уровне он содержит себе идентификаторы всех узлов сверху вниз очень простой очень просто понятно нет это просто строчки на самом деле в зависимости методы реализации модернизованного пути могут быть самые разные если это свободы простенькая типа москвей то там будет скорее всего именно строка строка причем с паддингом для того чтобы была нормальная сортировка там паддинг там до то есть слева там пять нулей до этого шесть позиции если это нормальная суппад поддерживающие массивы через массивы было бы лучше у нас кстати такая была реализация на масса сквейли так там нет массивов то выглядело это наш не очень так мы там нули дописывать вот там где нет массивов такого мы делали то есть это классическая реализация материализованного пути которая чаще его встречается дописывали от нули до 99 запас давал да да хотя казалось бы для простачного простого такого древовидного классификатора дописывали ну сразу видно недостаток мы сразу да это это для сортировки да то что эта строка она будет сортироваться как строка очевидно что если мы не сделаем паддинг то будет слишком то что мы хотели ну из преимуществ ну достаточно несложно его обновлять ну по крайней мере вставлять новые узлы в хвост дерева очень просто да просто-напросто добавил и все и даже не надо ничего менять да просто добавляется и все а другие ну перестроил этого же уровня несколько строчек там все да ну апдейт под строки или апдейт уровня массива в общем то да не так уж сложно делается то есть это дерево простое в обработке и в плане обработки оно достаточно сбалансированное с точки зрения производительности в плане внимания принципа простая из недостатков ну поиск по такому дереву это будет поиск по подстроке что в общем то достаточно дорого придется да если не поддержит суббота да в случае постгресса если мы делаем реализацию материализованного пути на массивах то мы можем выбрать гин индекс и получим огромное преимущество в принципе можно наверное я думал джессон может быть но зачем зачем здесь же сон массив лучше всего поход точно ну ограничение на длину пути оно связано в общем то ну во первых если да если мы выбираем строковую реализацию материализованного пути то нам нужно думать о том в какой тип данных мы будем этот путь вмещать если мы заложимся на там допустим варчар 64 и у нас там 4 вместе с точкой занимает индекс то понятно что мы упрёмся в количество значений через некоторое время в количество глубины дерева на самом деле знаешь даже если большое задать например за там ну макс там 2000 например да то многие супа да и например такие как майск вот проблемы с индексированием а он нам откажется от индексировать такие тексты такого размера вот то есть придется как-то урезать делать частичные индексы если мы делаем реализацию на массивах выбираем гин индекс то нужно понимать что гин индекс по сути с каждым новым уровнем дерева он будет расти в геометрической прогрессии то что гин индекс он обратный он для каждого потомка для каждого младшего элемента он хранит весь его путь наверх а почему как сложность поиска по уровню в деле случае случае если случае случае если у нас строка то вот поиск по пятому уровню это сложная строковая операция нам нужно делать сплит до остальных тоже до сплитить ну или чары сделать по точке до столько-то позиции пропустить оставить если это массива то все гораздо проще мы просто ищем по определенному индексу тут все достаточно просто ну и перенос узла в другую ветку это так объемная операция ну конечно не такая объемная как с нас ну да получается у текущих изменить то правее изменить индекс у них туда вставить там ночью ну на самом деле это достаточно частая реализация дерева материализованный путь она интуитивно понятно на удобно для сортированной выборки и встречается довольно часто на практике встречал так следующее у нас будет образоваться деревьев и таблицы связи вот тут нарисовано как эта таблица связи примерно выглядит достаточно экзотическая реализация на практике никогда не встречал лично я с этим работал у нас была такая реализация когда нас отдельно таблица связи велась то есть вот есть отдельно таблица которые значения там ключи сами значения лежат и отдельно таблица которая поддержка связь которые только связи то есть какие получается есть родители какие у них есть потомки вершина и для каждой вершины такая описаловка вот вставка данных тут достаточно такая ну ёмко немножечко то есть нужно проходить цикл вставлять все что получается ниже да вот но мы такое использовали на самом деле наша реализация когда я работал тоже это был сервере был проектик посвященный ну систем управления доступа вот такой одной из прошлых работ вот у нас там навела поддержка с помощью триггеров то есть основная таблица есть вот это вот который да и в нее фактически были прописаны у нас в поддержку там там был материализованный путь да мыл материализованный путь отдельно там хранится потому что он да много весит но достаточно этот простой на поле и к этому же материализованным пути приписывался отдельный триггер у нас вот и соответственно триггер при вставках он смотрел что нужно добавить для каждого узла при изменениях убирал лишние и при удалении соответственно даже вообще удалял эти вот лишние связи вот помощь триггер решал достаточно просто но понятно да таблицы связи будет много пока миг записи у него будет точно много а раз много будет записи соответственно в конечном итоге обход будет достаточно долгий если ну все делать даже индекс если повесишь сам они будут толстые так что для больших деревьев не очень красиво давайте сравним вообще какие есть среди этих наших способов реализации деревьев какие длиннее на списке сложностей плюсы да есть так посмотреть на табличку сразу становится очевидно что идеального решения не существует ну наверное да мне кажется подходить от того какое дерево для чего какие задачи что чаще ставка до или изменения или селекта не но в принципе секрет же просто же сама сказал на сайт берем сюда если нам требуется быстро выдачи мало меняется на самом деле секрет немножко в другом чистые деревья в природе встречается достаточно редко обычно так или иначе используют какую-то оптимизацию чистые большие деревья чистые большие деревья маленькие деревья дофига маленькие обычная до самые простые parent айди и погнали самая частая оптимизация которую делают это просто добавляют поле плаву но как минимум для того чтобы при выводе дерева допустим отступ сформировать вычислять динамически это не так уж просто нет например матери за пути циковой ветки тебе нужно пропустить сколько сразу то есть функцию записать этот уровень и сразу пропустить столько . матери зона путь еще можно добавить смежные вершины до часто комбинирует с материализованным путем для того чтобы как думаете ничего помните метод смежных вершин паранта идеи помните как вы думаете для чего к нему добавляют материализованный путь вывести все дерево сразу да да в общем-то на статсет для и подруги сразу рисовать на соцсет для адреса лист тоже добавляет в общем-то тех же для тех же самых улучшений ну коротенько что мы получаем при таких комбинациях да для смежных вершин мы получаем преимущество ускоряется выборка хотя ну для всех преимуществ не всегда бывает всегда получается улучшение ну понятно что если мы добавляем материализованный путь к смежным вершинам то в смежных вершинах мы могли очень просто менять структуру дерева переносить узел из одного места в другое если мы добавляем материализованный путь то это уже становится не такая простая операция нам приходится значительно серьезнее модифицировать дерево да она будет толще конечно использование материализовано использование к сожалению ошибка на слайде использование на статсет вместе со смежными вершинами она в общем-то приносит только преимущество недостатки только до обновления конечно ставка ухудшается но зато значительно улучшается скорость выборки мне кажется может даже быстрее но это действительно неоднозначное решение на следующем слайде небольшая информация могу пока представить в каком способе на бутырельно удобно получить все дерево и так было просто сидел порядочно получить задача заморочена давайте еще у себя заморочим задача работы с деревьями в базе данных достаточно распространенные и многие суда пытаются как-то этот вопрос упростить так как мы говорим о позвольте для этого существует целое расширение л3 честно говоря я с этим расширением плотно не работала я немножко только на него посмотрела знаешь на самом деле почти в любой базе да надо есть так или иначе ну проблема не сталкивается с деревьев у себя и какие-то такие расширения всплываю например москву или он был так называемый хирар хирик айди так называемый тип данных тоже какое-то свое видение о том как работать с деревьями и ну и действительно если посмотреть какие-то задачи с помощью него решается быстрее то есть обычно в виде пара идет такое чем-то напоминает на самом деле с нас тут как раз чем-то вот в подгрессе это расширение l3 она внутри реализована на базе массивов строк по сути это реально это просто материализованный путь на базе массивов просто сделала виде расширения которое позволяет такой синтактический сахар реализовать то есть меньше пишешь зато получаешь красиво сразу индекс и по изменению отлежные методы функции фактически да типа пол ну вот последняя последняя строка на данном слайде как раз стандартная операция работы с массивом которые применяются к этому материализованному пути индекс тоже стандартно доставку и ставка идет до как будто с обычными строками работаем через точку это вот как раз вот когда работаем с шириной 3 как у него буду все работы да да вот данном случае примеры каталога топ это вершина каталога к такой нулевой уровень рубрикатор ну вот вы ну видно что индекс создается легко но выборка стандартная просто при вывести все вот тут будет вот так ну да то есть просто форматализован пути фактически ну и так как это представлено виде индексов все-таки внутри известно тебе не с текстом работать с предетами нужно вот чуть-чуть удобнее ну да а также на самом деле есть так называемое общее табличное выражение или к ты еда который достаточно значительно облегчает вообще которые есть не только в возрасте они есть и в москве или наверное если в маяц в москве или их нет да ты чё такое упущено москве или очень-очень-очень простая свободы ну да мне про него админ говорила мой знакомый говорит если тебе нужны какие-то сложные вещи делать процедуры так далее то москве не подходит для этого потому что там скудно бедно вот но если тебе нужно ну просто как хранящего использовать принципе моя сквей норм к тому же свежая версия она умеет делать марджа без блокировки всей таблицы вот и типа норм в мэйли по камере полно-полно таких отмечен что это можно мыслить но когда нужно все-таки работать с логикой на стороне супа да то позвольте вот как раз есть этот общее табличное выражение их можно использовать для сайтов различных выборок ставок апдейтов или на самом деле очень широкий способ применения фактически тут выглядит вот так то есть кстати в ну в позвольте все оператор заканчивая точку запятой да а вот в москве или не обязательно и вот перед биф требует точку запятой обязательно чтобы он с точками ну как бы не терялся короче совсем скобочными выражениями че зачем вот данном случае у нас здесь вот первое это вот это вот публичное выражение да вот она началась вот она закончилась в нем второе является практически что-то типа под запросом на самом деле эти подзапроса они еще и ложится не выполняется разово ложится память и потом снимали с темпом интернадцатыми работают со своими минусами то есть повторно находить ненужных файлов это круто минусы нет индексов уже вот если мы без фильтровые повторно побольше индексов не будут вот средства например топ-регион 2 выбраны да а потом их запросе финализирует то есть конструкция на самом деле всегда будет содержать объявление какого-то имени т.д. этого да после из года писания что он представляет и всегда заканчивается какой-нибудь операция все и всегда вот если это операция не будет будет ругаться он будет ее ждать и соответственно дни вы можете использовать этот копейки и вы можете не использовать ну на самом деле не используется это глупо зачем вы его начали объявлять да вот так же работает стандартно в этом запросе уже это просто можно было переписать нарисовав за эту таблицу за эту таблицу за эту таблицу а потом выполнить все ну иногда это неудобно например в тех же бьюшках вы же не можете объявлять таблицу правильно но для упрощения можно сказать что когда мы делаем вид клаус то мы фактически мы просто формируем как будто таблицы и в дальнейшем мы можем с ними работы как с таблицами они могут друг они могут друг друга использовать сразу же да это первое объявление да ее назвали так после с не описывая просто вы представляете здесь эти невозможные ордеры ну ты смысл не дальше 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 ты идешь ну даже стоит запятая значит он ожидает второго назначение 2 вот ты ее описывать получается да? можешь использовать объявленную уже выше к таблице ты лишь использовал ее и в третьем уже вы вызвали а сколько эти таблицы заживут скажем вот этот запрос ты его выполнил с его еще в кейс-форте нет но они на самом деле могут они могут залипнуть в кэше и если тот же самый запрос с теми же самыми параметрами повторить то ну но дальше к ним по имени уже нельзя обращаться обратишься отдельно мне вот это . закончилось да фактически все причем это может быть select это может быть например update вот это как раз очень очень удобно и часто используемый 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 вид каус смотрите да обычно когда удаляешь сначала нужно эту выборку собрать ее проверить что собралась нужна а потом удалить правильно вот и часто как рисуют сначала или ставка да сейчас нарисую вот например при удалении да ну в данном случае тоже кстати сделали мы удалили записи данные записи мы сделали только всего то есть эти записи фактически уже удалятся и потом то что они вернулись это запишется в какую-то там лицелуру круто же то есть мы наверняка получаем удаление а потом и теоретичные эти содержимые сразу же закидываем ну чем более того мы получаем логирование вот такое вот без 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 рейс-кондишн смотрите допустим как как бы мы решали это значение если бы у нас не было вид каус нам мы сначала бы сформировали какой-то select который выбирает нам данные подходящие да сохранили бы в таблицу вот потом если бы мы попытались сделать дэлит с теми же самыми условиями вполне возможно что параллельный какой-нибудь процесс нам бы накидал новых данных которые под этот дэлит под эти условия попадет да да и то что мы записали влог оно стало бы уже не актуальным либо нам пришлось бы скинутые данные влог использовать их идентификатор для того чтобы по этим идентификатором уже без условия делать удаление это тоже достаточно долгое если что-то отваливается мы должны будем чистить лог еще да не забывать да а тут мы в одном запросе получаем лишенные вот этих недостатков без race condition сразу логирование всех удаленных записей на другую таблицу в данном случае вот это вот важно да важно вот это вот что при удалении здесь обязательно хоть электроник происходит потому что в копейке всегда важны какие-то татасет быть внутри всегда хотя бы нуловый но должен вот этот сет неправильное выражение вот ну то же самое 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 еще на самом деле можно все вернуть все все что при удалении все атрибуты этой таблицы мы бы могли бы их отдельно писать например ID иные или ID и прайс например вернуть вот здесь написано все атрибуты вот еще часто использование которое ну лично я например использую вот таким способом да например дубликаты удаляют то есть собираю сначала такие которые явно не дубликаты да мне например повторяется 2-3 раза может да в каком-то атрибуте вот я вот использовал группировку смотрите использовал соответственно запрос в нем скульпировал парень этот по дублицирующему поилку например да вот взял такой максимальный аэтишник или минимальный аэтишник то есть я считаю что вот эту одну запись я буду оставлять все остальные дубликаты я иначе их выкинул правильно вот вот я их собрал в этом запросе разочек пробежался от этой темы ну и всяких там дизайнер блокировок да вот указал что это только дубликаты мне неужели лишние правильно вот и потом пробегаю и удаляю из моих товаров такие которые существуют и вот как раз что такой товар но не из этого еще аккуратно получилось пробежался посмотрел один оставил остальные нахиг удалил но достаточно просто можно еще использовать этот КТЕ более интересно в частности для рекурсива так или иначе во всех СУБД нормальных СУБД есть специальный синтаксис для формирования дерева по смежным вершинам есть он в орокле со своим синтаксисом есть в MS SQL со своим синтаксисом есть в подгрессе и нет в MS SQL есть отличие на урокл совсем не похож однозначно там слово обязательно для это рекурсив нет в MS SQL рекурсив не нужно указать ты просто пишешь сразу вив КТЕ имя его да и если ты объявил скобочки значит это будут рекурсии если ты их скобочек нет значит не будут рекурсив ну это так уж мелочи вот дальше например у нас еще включается вот тут вот Юниум стоит советую на эту тему сейчас посмотреть внимательно потому что это будет в контрольной но так что давайте разберем этот запрос подробнее давайте покажем с Юниумом там так же будет нет там просто Юниуму рисуется а тут Юниум а все остальное так же всегда если ты используешь юниум просто придобавляя дополнительно туда когда-то сет то есть Юниум они просто дополняют это ты можешь первый например собрать юниум вот этот первый начальный набор данных не нет для разных еще давайте посмотрим на практике как это выглядит вот а тут давайте разберем что тут написано в данном случае смотрите в первой строке мы определяем структуру результата который у нас получится нам нужно получить идентификатор parent id да ну данные понятные еще нам будет будет полезно собрать материализованный путь использовать его для сортировки и нам ну будет полезен level уровень узла вот дальше мы собственно определяем то как мы будем делать нашу рекурсию первым делом первым запросом первым селектом до юнион мы выбираем первую строку да вот так называемая инициализация делается рекурсия и к этой строке мы в дальнейшем уже начинаем рекурсивно подцеплять уровень за уровнем то есть если вы посмотрите внимательно на запрос после юнион то увидите что мы делаем во первом давайте начнем разбирать вот прям то есть мы собираем материализованный путь во первых мы его приводим к строке в данном случае и добавляем новый через дочку да мы инкрементим уровень он нам понадобится и для того чтобы все это собралось мы делаем джойн что мы джойнем мы джойнем уже собранное дерево с его идентификатором джойнем с parent id текущего запроса видите благодаря этому мы подцепляем следующий уровень когда у нас идет следующий проход мы подцепляем уровень за уровнем то есть там в этом 3 содержится не все 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 на первом шаге да на первом шаге на втором шаге только второй уровень только что подцепленным то есть там не будет смотреться предыдущие не будет такого что уже собранный он еще раз будет собирать то есть подцепление вот она делается как раз через джойн и на джойн здесь еще важно понимать что именно и на джойн если вы поставите лев джойн или будете использовать сюда какие-то таблицы поле джойна подцеплять то есть он будет ругаться еще важный момент например для msql сервера очень-очень важный момент что типы данных должны совпадать вот когда мы здесь мы поставили текст если мы поставили ворчар например 20 а вот здесь у нас переполнился 20 он ругался то есть тут важно именно ну в подросе можно сделать текст и не париться ну текст проще всего да или ворчар макс в том же мысль то есть так же мы максимально этого поля то есть фактически первой строкой мы нециализируем не только как сказать строк ну какой набор данных которым мы будем по которым мы будем пробегать в курсе но и типы данных то есть тут мы их просто назвали да вот какие имена они имеют именно вот для этой таблицы фактически а вот этой первой строкой мы указали какие типы данных для них соответственно айди у наследуется от таблицы а оттуда вот подцепиться те данные и соответственно будет использовать дальше ну как понятно как собирается дерево понятно мы можем его вводить да собрав дерево просто делаем select и получаем ну если внимательно посмотрите сразу увидите что запросе мы допустили ошибку какую ошибку уровень 100 мне кажется 100 что-то не то у нас 222 получается мы собирали материализованный путь в строку и собирая строку инты мы не сделали паддинг да поэтому у нас сортировка съехала вижу как можно этот запрос улучшить order by id мы потеряем дерево мы сделаем бессмысленным то что мы его собирали сначала левел мне кажется надо сделать мы хотим вывести отсортированное дерево и левел здесь тоже не поможет можно либо сделать паддинг либо можно сделать паддинг при сборке в строку либо можно собирать не строку а что ну вот что ты сразу так да 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 чего нет во многих пасах ну кроме оракова вот вот ну так не хватает при ворот для ворот ли нет массива почему же сделать уже сделали да давно с ними работал но вот только старая версия 9 9 9 работала они уж вам с 11 что ли там посмотрели на постгресс ну слишком удобно тебя да посмотрите тот же самый запрос только вместо строки мы собираем массив видите видите соответственно добавление к массиву как мне кажется смотрите ну на самом деле это так же указывается просто на конкотинация да то есть на конкотинация для массива это значит добавление его получается справа да это перегруженный оператор он достаточно интеллектуально работает угу ну постгресс молодец в этом плане конечно тоже не нужно лишний раз там что-то рисовать как раз массивы в постгрессе сортируются именно так как мы от них ожидаем сначала сортируется верхний уровень потом потом второй уровень внутри одного и того же верхнего то есть то что мы ожидаем то мы и получаем вот если эту выборку выполнить то теперь мы увидим что у нас отсортировалась так как надо видите раньше у нас мы сортировали потому что тоже по полю импад уже красиво получилось у нас вскакивала то соточка лишняя а теперь у нас дерево сортировалась четко по структуре поэтому если вы будете работать с деревьями если вам повезет работать деревьями в постгрессе то советую не следовать классическим учебникам которые рекомендуют собирать строку а собирать массив это гораздо удобнее дальше на практике мы посмотрим какие более интересные возможности дает использование массива в данном случае в том числе еще этим можно различными агрегирующими использование вот чистого адресности лист и рекурсивных запросов позволяет реализовать возможность которую никакое другое дерево не дает а именно сортировку дерева на лету по произвольному заданному полю это мы как раз рассмотрим на практике ну а теперь я хочу перейти к очень интересной теме на котором к сожалению мало времени осталось на чем не успею практику но хотя бы коротко надо ее осветить оконные функции слышали когда-нибудь про них очень многие очень многие не слышали не знаешь я был прекрасно интересно так удивлен да когда мы с тобой начали как раз вести этот курс по подвесу вот я эти оконные функции нашел в москве или вот и даже по ним нашел великие ты уроки которые они на отдельных лекциях типа наши с тобой до вещали для типа презентации вот и законы функции как охрененных можно использовать вот так что работают с этим первый раз я познакомилась с оконными функциями тоже достаточно случайно у меня была задача было приложение вот в него сыпались данные со всех принтеров компании формате время принтер и сколько страниц напечатано причем сколько страниц напечатано это был по сути нарастающий итог там тысяча две тысячи две тысячи сто пятьдесят и все больше 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 а значит стояла в следующем нужно было вывести до насыпались раз в час и нужно было вывести отчет сколько в среднем за каждый час было напечатано чем данные там не всегда были они тоже нет нет надо было просто вывести до нужно было вывести информацию вот по часам разбив куда час и сколько страниц этот час час и сколько страниц в начале так нужно было вывести подсчет бумаги ну классический способ я очень думала как можно эту сдачу решить очень долго думала кажется как будто нужно какой-то цикл делать по данным да и предыдущие значит может какой-то странный джоин делать так со смещением да но у меня не было идентификатора по которого можно сделать это джо или именно со смещением думала я думала и в конце концов решила обратиться к одному своему знакомому который был очень опытным разработчиком вас данных теперь вот он говорит хочу так он и функции не используешь а что это такое вот так я узнала про оконные функции давайте немножко уже рассмотрим примерчик достаточно часто используется оконные функции теме кто и все-таки используют для очень простой задачи аксортировать выборку на самом деле ровно я даже не знал что так он функции то что на ну слишком часто используется продавать без слова партишн бай обычно просто используешь и ордер пишешь все то есть ровно и ордер по какой-то поле все посмотрите сразу сразу видна структура оконной функции внутри выражение over мы формируем окно партишн бай по какого поля мы формируем окно окно это блок данных с одинаковым каким-то идентификат с одинаковым значением внутри поля который мы указали это окно и мы указываем функцию которая должна отработать поверх этого окна ну в данном случае мы сортируем выборку мы используем окно по parent айди и вот посмотрите у нас parent айди равен единице и идет сортировка от 1 до 6 до 0 до 6 дальше у нас parent айди изменился и у нас счетчик перезапустился особенность оконных функций том что они могут работать не только с окном они могут работать с пустым окном так и обычно используя вот это это простой способ клад до простой классический способ просто отсортировать целиком всю выборку добавить счетчик вот посмотрите у нас пустое окно мы добавляем raw number и сортируем выборку ну как я уже сказала оконная функция работает поверх группы строк которые заданы определенным условием то есть когда мы определяем окно мы говорим что вот это поле для всех одинаковых данных мы должны использовать мы должны их сгруппировать оконные функции партицию для оконной функции ее можно также секцию можно отсортировать по какому-то другому полю важный момент который стоит иметь ввиду часто начинающие допускают ошибку оконные функции отрабатывают после всех остальных блоков после в игру бай и даже после хэвинг но до ордер бай морда больше 100 последний до элемент другая особенность когда мы используем окно при этом данные выборки автоматически сортируется но сортируется они блоками сначала выводится одно окно потом следующее то сидят блоки данных данных они выводятся поочередно но если мы добавляем ордер бай саму выборку но естественно мы все это ломаем могут работать с простым окном например вы видели на предыдущем сайте самый простой способ использования конных функций это стандартные агрегаты в общем то любые известные вам агрегаты они могут работать поверх окна пример по моему очевидно сложно это выглядит в данном в данном запросе мы формируем партиции по parent идти да и для каждой партиции мы вычисляем среднее значение рейтингом то есть для каждого родителя в данном случае у нас в качестве примера правильная таблица комментарии простеньких вот для каждого parent идти мы средний рейтинг ну синтетический пример но тем не менее здесь нет ошибки мне кажется как будто вот алиэс вот этой колонки он должен быть написан в конце то есть сначала а а в г рейтинг овер партишин нет а в конце раз то есть такая такая запись возможно такая точно работает не работа труба я не провожу получается так и так алиэс в конце алиэс перед обратите внимание что когда работает таким образом агрегатная функция то мы получаем дубликаты данных мы вычислили для всей партиции среднее значение но мы вывели его в столбце и получается что это среднее значение но будет выведена в каждой строке внутри этой партиции насколько я помню ворак ли оконные функции они добавляют к окну отдельную строчку с итогом то есть там есть такая возможность подгрей сквей такой возможности нет но всякую точка да я плотно работала 40 она делала отчеты я пользовалась этой возможности кстати в лам в рамках логики вот окно она ведь более понятно больше чем группировка агрегат то есть в агрегате немножечко смущает да вот изначально таблиц например 20 строк а мы сгруппировали получили 5 на выходе это же как-то прям неправильно а тут вот ты взял 20 строк и 20 строк вывел для них просто посчитал соответственно агрегировал фактически по какой-то признаку ведь более как бы прозрачно более правильно выглядит не знаю как excel ты же не теряешь данные сжимая же ты просто выводишь как бы вот функцию применяешь по моему так правильно меньше ломать роль ну в общем-то для отчетов это бывает довольно удобно можно в таким таком синдексе можно использовать абсолютно любые оконные функции в том числе и каунт в общем то как можно использовать каунт в данном случае тоже такой же пример с окном по parent id но можно использовать каунт с пустым окном для того чтобы получить в отдельном столбце выборки об общее количество данных во всем запросе ну иногда это иногда это бывает полезно наш я выпустил больше 20 до 100 для туда ну а если у нас курсор если у нас курсоры мы не знаем сколько данных и она нужна страничную выборку или типа допустить какой прогресс барда сразу одним получил и прогресс бороться гораздо более интересными являются специализированные оконные функции он не очень много на самом деле я рекомендую вам посмотреть и каждую попробовать вот обязательно чтобы ну на практике рассмотреть вообще чего возвращаются чем имейте ввиду вот по этому вопросу тоже будет это тоже будет на контрольный давайте немножко на этих оконных функциях остановимся раунд номер вы уже видели функция ранг и dance ранг и пёс антронг это разные варианты ранжирования выборки но чуть позже посмотрим на примере чем они отличаются непонятно функция intel она используется не часто но она настолько специфичная что когда возникает в ней потребности то лучше ее в общем-то знать она позволяет разбить выборку на примерно равное количество блоков например у нас сейчас записи да да мы хотим получить 8 блоков мы вызываем стал да и он для каждого каждого записи покажет в какое из этих окон 8 она попадет а если нечетно например за три записи на 2 но можешь попробовать он постарается он 1 1 1 а он попытается примерно равномерно их распределить на самом деле я уже придумал кучу вещей для чего это может штука полезно например тоже масштабирование да 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 можно быстро нарезать таблицу на виртуальные шарды сразу помните что эту колонку правда это более вот следующие четыре функции они наверное являются ну конечно менее часто используя чем row number но по сравнению с остальными функции функциями все-таки очень часто используем функция лак она берет значение из предыдущей строки в окне то есть это эти четыре функции они дают возможность обратиться даже пять функций обратиться внутри окна к другим строчкам то есть у нас мы в текущей строке ну представляете да вот окно да то есть мы выбрали там да то есть нас с одним и тем же там тем же parent id допустим 10 записей мы сейчас работаем с пятой строчкой из этой пятой строчки мы можем обратиться либо к четвертой с помощью функции лак либо к шестой с помощью функции лид либо к первой с помощью функции first либо последний с помощью функции last либо конкретный с помощью течу или понятно как это работает у нас есть товары и в течение дня покупали разными и вот мы уберем и с помощью этой штуки мы можем вернуть относительно текущей записи а кто предыдущий покупал покупать или кто два раза два два назад покупала на самом деле возвращаясь вот к тому примеру который я привела как я узнала про оконные функции задача когда все принтеры раз в час лили информацию такой нарастающий то есть предыдущий смотрел да как вы думаете какую из этих функций в итоге я использовала для того чтобы видеть отсчет ты можешь подойти поближе ну я использовала функцию лид использовал учился использовала есть лак возвращая значение из предыдущей строки нужно нужно было то есть был нарастающий итог 1000 1200 1500 ну постоянно растущий счетчик раз в час он присылал эту информацию а нужно было вывести сколько он напечатал за час и вывести по часам то есть ты в этот час имеешь получается свежую запись да так хочется здесь есть там нас провести из предыдущий ноль часов 1000 час 1100 три часа 1800 и так далее да да разницу между лаг таким образом получается в один проход одним запросом можно собрать такой достаточно нетривиальный отчет который офигенно а по времени на реализация мне кажется уже быстрее получается чем но ты достаточно быстро да по крайней мере там были индексы работала быстро тоже было маски а ты знаешь я использовал у себя вот мне тоже там задача была такая нужно было посчитать по файбер надо вот это реализовал мне понравилось точно быстро но у меня мой тихо этим лет в итоге переписал это на под запросы но благо нужно было все два значения брать то есть вот есть ну два файбер возможно и либо он один либо ли два и он соответственно брал под запрос дел и либо выдавал одно значение которое отличается от текущего под запросом запросе под запрос дел но по скорости не особо сильно отличалась ну там потому что всего требовалось для малого количества давайте посмотрим небольшой пример если вы увидите на слайде как работают счетчики и разницу между ними ну для примера по тому же самому по той же партиции самом деле здесь видно по чё-нибудь здесь пример другого синтакса как можно определять окно окно можно определять не только в блоке select но и и в конце с помощью специального чего злоу виндоу и мастерской цепи такого нету виндоу это очень удобно если нам нужно использовать несколько оконных функций поверх одного и того же окна так бы нам пришлось писать вот это вот партии шандреля каждый раз вот этот ну очень удобно сам и как рад работает он мы тут еще использовали дополнительную сортировку вот на самом деле интереснее всего надо посмотреть разницу между рамк и dance rank вот rr нам то у нас ранг нарезать получается навесили просто по сути проаранжировали нашу выворку вот обратите внимание функция rank он делает пропуск он делает скачок то есть вот если посмотреть просто raw number да р нам он идет подряд ранг у нас ставил 1 1 1 1 потом проскочил и он сравнялся то есть он когда перешел на следующую партицию он сравнялся и с романгером да вот а dance rank он используя сплошную нумерацию да вот это между ними принципиально понятно да это видимо процент то сколько процентов тут странно почему 0 поставил совсем мало что вы такие будут лекцию презентацию мы выложим вы посмотрите можете все запросы кстати вот по той из кельки которые я приложила к сегодняшнему занятию все запросы можно по ней выполнять они и рабочие так же советы дома потренироваться и вот давайте например еще посмотрим как работают функции для доступа к другим строчкам точно так же мы берем лак берем лид фест в или ласт вилю и нтх вилю вот обратите внимание в тех случаях когда мы обращаемся к недоступной несуществующей статье окна то есть и допустим если мы в первой строке окна обращаемся то пытаемся взять предыдущую нас ничего нет еще одна возможность этих оконных функций это задание значения по умолчанию которая выводится вместо на у если у нас в строке ничего не было не было строки да и что выводим до типа если но то вывели то ну это аналогично можно записать колес например лак запятая что-то и он заменит ну который возвращает лак на вот это что-то или можно воспользоваться такой вот ну вот вор видишь w прописано вот раньше мы написали там партии партии что оверда но я беру этого вы мастерскую или точно я пробовал не получилось тут просто не так слышишь и сагаду тут еще интересно все стрессы класс трейдинг ну да понятно рейтинге ну собственно на этом все а